всем хай дорогие друзья с вами снова я одер и я в шкуре новичка в last day on your survival и это у нас вроде как 4 части да в конце последней части я сос скрафтил еще один столик и вот так вот перестроил то есть разместил получается два стола печку и вот эти два ящика и мне тут все снесли к чертям собачьим и пожалуй я пока все это все поднимать не буду а сегодня мы скрафтим одну хорошую броню у меня вроде как ресурсов хватает ну как хорошую броню хорошую броню для определенной локации сегодня мы будем отправляться на какую локацию это будет оранжевая локация по сложности или же желтая так морковка ну морковку ладно я покажусь трогать не буду быстренько золотая так ну и какую пушечку то есть оружие шку мы себе скрафтим чтобы нам было проще не пойдем же мы на кулаках защищать данную локацию и сегодня я пойду получается в желтый лес так тут деревья по тяжелым не мешает их надо будет как-нибудь срубить но рубить я буду как-нибудь попозже так вот потихоньку мы рубим смотрим принципе можно сразу достроить рядочек так хотя я строить рядочек в комиссии буду ладно так что нам для брони по на так давайте сразу на доске посмотрим у нас тут сарковка есть ресурсы нам нужны именно поэтому сначала я буду защищать конкретно локации давайте смотрим на нашу броню вот бейсболка рубашка штаны с карманами и кеды веревка ткань и мы кушать хотим у нас где-то мяско было но я морковку для хилла возьму вот так вот 12 подойдет нам оружку принципе можно было бы отсюда взять так веревка есть куски ткани есть потом что растительное волокно нам нужно веревка еще есть вот тут а то мне показалось маловато вдруг не хватит так и давайте крафтить первая руб бейсболку 2 рубашка штаны с карманами следующие кеды напоследок сразу одеваемся так смотрим даже насколько у нас защиты выросла у нас с нуля до на 8 ну ладно не сказал прям шикарный прирост но хоть какой-то прирост есть и получается у нас такой афроамериканец в такой броне в рубашечке так и мы еще себе возьмем что надо оружку скрафтить и это будет конечно же наши самодельные бита 3 за ленты и надеюсь они есть до 3 за ленты есть и нужно сколько досок пятерочка не зря мы скрафтили стали перерабатывать себе досочки и давайте еще на апгрейд посмотрим еще долго да так обрейдить домик надо будет и давайте крафтим уже нашу биту и бежим наверное на желтую локацию или я боюсь что надо будет 2 давайте тогда вот эту биту слабую возьмем копье это удалим и и отправляемся на желтую локацию смотрите кто то есть это лекарь урон рукопашном бою шанс найти оружие увеличен и получаемый опыт на 100 найти оружие урон рукопашем давайте наружку посмотрим все я посмотрел лекарь убежал и шанс найти оружие увеличена 5 процентов в течение часа так всем готовы и отправляемся сразу на желтую локацию и посмотрим вроде как все должно успешно получиться потому что брони я так считаю что достаточно на желтую локацию и у нас есть байкеры но чопера нету так это у нас сосновый бор выберите способ передвижения бежать естественно как-нибудь надо будет редить наших соседей табурет один но exit и легионер нажимаем войти и будем сейчас зачищать локацию и конечно же зачищать замоку от зомбаков мы в первую очередь будем тут могут попадаться вроде бы толстяки и токсичные зомби так сразу видим кого-то давайте быстренько атаку на него хотя судите бит это неплохо вроде такая красная я думала начать у нее чуть-чуть осталось оказалось нет сейчас я тупану еще мы не помылись смотрите на мои ошибки вы просто голод должны были восстановить и жажду и при этом помыться я всю плюшку это не показал но зато в конце вид в конце видоса очень даже хорошо получится так простой зомби отходит и давайте золотаем ящик сразу посмотрим что нам падает будем тут акцент делать на бревна и камень так водичку попьем и все дальше идем зачищать защищая я вот так вот сначала иду конкретно вот так вот по края по краешку и параллельно убивать зомбаков и иногда золотая ящики не сие есть такие возможности так бежит бежит явно токсичный зомби и да я был прав быстренько его сносим одному дали на нас плюнуть больше не дадим пока мы получили с ящиков только 5 уже 10 болты принципе можно взять жалко чопера нету это еще дополнительные 4 ячейки но чопер надо бы как не собрать именно поэтому я начал играть с нуля чтобы проверить насколько сложно этот бензобак выпасть просто на основе я выбивал этот чертов бензобак целых 4 месяца но я даже могу назвать сразу свою ошибку и скажу конечно они что вы такую ошибку не допускали я считаю что бункер если надо проходить хоть даже чуть-чуть то лучше всего чтобы талонов вам хватало на красный ящик красный ящики находится бензобак ну вдруг игра заложена так что вам конкретно сегодня повезло и вы должны были получить получается бензобак но у вас талонов не было и бац все вы бензобак тупо не получаете хотя должны были получить если вам талонов хватило вы конечно можете одной фишкой воспользоваться это просто взять сбросить да то есть открыть ящики сбросить данные ой нету бензобака ну и ладно но зато куча оружия насобирали в оружии не нуждайтесь так берите проходите это то есть сбрасывайте и на следующий раз через два дня активируйте и смотрите выпадет бензобак или нет потом сбрасывайте все так биту нашу самодельный берем так я что-то тут махал махал видим зомбака то не этот скорее всего просто зомби а не двигун ошибся 42 14 урон что ли изменили или 14 раньше тоже было просто я редко играл на основе самодельной биты или 22 это убиты с гвоздями так видим зомбака двух зомбаков две твари это один бегун так еще зомби идет простой давайте зомбака лучше в первую очередь ушатаем на него три удара второй и третий теперь идем скрытую атаку на последнего это еще один бегун но почему они так не реагируют я думал они похлеще будут особенно учитывая то что у нас вон есть хоть какая-то да так и к карта сама по себе маленькая мы в конце давайте даже подведем итоги сколько сколько чего мы насобираем с данной локации мы идем просто только сбитые и броня кирку топор мы заранее не ставьте лишь видим сразу большую точку что дает нам знать то что там толстяк находится по два удара и за спину бежим до второй раз не надо было потому что мы уже в три скрытую атаку не сможем подойти вот видите толстяк сразу агриться но у нас есть морковочка даже можно нет я хотел бы которые выпали мне из сундучка заюзать но не получилось не туда олененок он нужен мы потом как-нибудь потом собираем так с толстяка сколько опыта мы получим и скорее всего даже опыт поднимем то есть не опыта уровень еще где-то четыре удара осталось до 4 удар хватит блин я не обратил внимание я не заценил сколько опыта мы получили так сразу они агриться если у нас мы воняем то агрим по чуть-чуть по одному зомбака нам падает получается столь не да верно это еще один толстяк и вот сейчас главное не профукать так второй прийти когда он прыгает мы отбегаем так бежит на нас игрок мы его трогать не будем просто бежим с базу но броня похлеще и не факт что мы его убить сможем именно поэтому просто убежим и перезайдем на локацию что входим и смотрим когда нас сразу за километр будет бежать толстяк потому что мы на него уже урон нанесли и он сразу будет хоть даже мы на краю отойдем о кстати ягодки можно насобирать это кстати хил для нас да кстати два раза подряд сказать это вообще профессионально 42 хп это 10 ударов 11 так и два удара наверное если я не обратил внимание так еще чуть-чуть осталось и мы посмотрим сколько опыта он нам дает если я не ошибаюсь то опыта наверное 50 до 300 дает оксичный толстяки 500 это яростный гигант так можно сразу заюзать вот эти баночки баночки можно в принципе оставлять потому что на них можно сделать шипастые молоты морковку если у нас останется то мы ее скинем потому что ее останется все все равно чуть-чуть бегун у нас сагрился но мы его встречаем и будем убивать два удара все еще есть и на этот раз два сагрилась бегун с зомбаком надо сначала убить всех твари потом уже зачищать ну вроде как от переменно залагаемых сумма не меняется так что вообще без разницы можно в принципе вот так порядку пройтись ресурсы собрать всех зомбаков убить и потом следующий ряд также и так до конца все локации но я предпочитаю почему-то сначала зомбаков убить потом уже спокойно на авто поставить и все можно в этот момент когда он на авто находится уйти куда-нибудь там чаек например ты попить все ящики мы все залутали нам уже без разницы мы можем просто скинуть то что нам не нужно лоты освободить можно за счет например той же ягоды просто ставим на авто атаку и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы насобирали, получается, камней 20 штук, бревен 20 штук, семян 14, яга 30 и растительные волокна 30. Теперь давайте я покажу вам одну фишку, но для этого нужен олененок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда атакует, удар наносит, мы присесть нажимаем. Вот, 42 урона мы нанесли. Ну, всё, теперь осталось ресурсы собирать. И самое ненужное мы можем сразу выкинуть. Это 10 яблочек мы можем захавать. Блин, ягоды. Растительные волокна удалить. Банки я пока здесь удалю. Ммм, остальное можно собирать. В принципе, можно сразу красить бинты и удалить наши ткань. Наши куски ткани. Для экономии места мы их просто удалили. Всё, это удалить. И дальше будем уже собирать ресурсы, которые нам доступны. А перед этим мы просто скинем в ящик какой-нибудь наши ресурсы. Вот, допустим, этот ящик нам подходит. Можно пивасик сразу выпить, хотя вообще нежелательно алкоголь пить. Так, мы сейчас сделаем свои делишки и выбросим то, что нам не понадобится. Так, ну давайте, не знаю, два топора, три топора и одну кирку сделаем. И посмотрим, насколько это нам хватит. Так, не то я скидываю. Вот, скинули и вот смотрим. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, вот мы и закончили. Все ресурсы собрали и оставили только тут индюшек. Но давайте подведём итоги. Получается, мы потратили вообще кирки одной целой хватает. У нас ещё остаётся кирки на 30 ударов. Я тут пока сидел самотел, я тут всё считал и считал. Так. Получается, одного топора обычного деревянного хватает на 50 ударов. Так же, как и кирки. С кирки мы делаем, получается, вроде бы... Если я не ошибаюсь, либо 25, либо 20 ударов. Вроде как я топор крафтил. Так. И нам кирок на зачистку понадобится 4,5, грубо говоря. Ну, короче, 4,5 нам должно хватить полностью. Так. Одного топора хватает на 36 брёвен. При этом он успевает сломать эти 12,5 деревьев. Так. Где наш ящик? Ящик где-то тут должен быть. А, нет, с другой стороны. 50 ударов от кирки хватает на 30 камней или же 1,5 стака из ясняка. Так. Вот. Что мы заберём? Это мы всё выкидываем. Забираем. Ну, блин, булочники тоже можно выкинуть, потому что маловато. Стака даже нету. Вот чём минус. Верёвку забираем. Бинты. Ягодки можно было бы захавить. Так. Мяско по-любому заберу. Ну, давайте ягодки захаваю сразу. Так. Положу в карман бинты. И что с собой взять? Наверное, ну, не знаю, не знаю, чтобы... Так. Брёвна надо в стаке объединить. И давайте даже камень выкинем, а камень мы будем тратить, собирать уже на каменной локации. Так. Теперь у нас есть вместо 2 ячеечки, да? И что мне бы взять? Ну, кожу, допустим, и вот металлолом. Ну, изоленту, то, что броня, давайте даже её возьмём. Давайте даже так вот сделаем, посмотрим. Так. Болты нужны были тут, да? Ну, не знаю, может болты даже взять. Не знаю, не знаю. Изолента потом очень нужна будет. Ну, изоленту можно будет нафармить. Ну, кожа на первое время нам не нужна, потому что далеко до кожи нам будет. Пожалуй, что, где нам кожа может понадобиться. Это только факел и в броне. Переработанная. А переработанная сушилка на 14 уровне. Ну, у нас уже 13, но было бы неплохо. Короче, выбирайте на своё усмотрение. Я, главное, забираю свои, сколько, 9 стаков брёвен, которым я насобирал. И давайте быстренько свалим на локацию и посмотрим, что мы будем делать. Так. Про кирку я сказал. Так, у нас сразу идёт событие. Это со стороны леса доносит со стороны шум. Возможно, это выжившие или кто-то ещё. Но, увы, мы железный топор крафтить пока не можем. И я думаю, мы будем рейдить игроков. То есть, сначала будем рейдить соседей. Тогда, только когда сможем крафтить железные топоры. Потому что мне кажется, что они понадобятся. Но это не точно. Но вроде есть локации, где не нужны данные топоры железные. Теперь. Получается, на локацию жёлтую нам нужно 4 топора и... А, 4,5 топора и 1 кирка, чтобы насобирать там 4. Чуть-чуть. И давайте вот сразу помоемся. Попьём даже воды. Водички немножко. Так. Сюда скидываю, сортирую. Болты ещё сюда. Теперь, что у нас? Места, естественно, не хватит. Можно, в принципе, ящик создать ещё один. Извините, я сейчас вернусь через некоторое время. Чертёжи взгляну. Вот я вернулся, дорогие друзья, по игре Last Day on Your Survival. Чертёжи взгляну. И давайте немножко достроим себе тут, получается, коридорчик. Так, стенки так. Вот так. Тут у нас пробел будет. И переместим сразу мебель. У нас тут будет стоять душ. Теперь. Так. Пару ящиков ещё надо будет себе построить. И давайте сделаем вот так вот. Мебель переместим сюда. Чтоб места больше было у нас. Конкретно в нашем домике, который планируется. Да, конечно, это не сильно-то экономично, но всё же небольшие перестроечки ввёл, да. Теперь надо скрафтить ещё два сундучка. Создать. Маленькие ящики. Расставляем их сразу. Меня вообще прикалывает, когда они по краям карты находятся. Ну, не по краям карты, а по краям пола, там, не знаю даже, как сказать. Вот. Один ящик чисто будет у нас для брёвен. Извиняюсь, конечно, за то, что дикция там не очень, там, ля-та-па-ля. Вот это всё можно сделать, наговорить, написать. Не знаю даже. И вот этот ящик у нас для переработанного будет и для растительного влокна. А вот этот ящик будет только для камней. Так. Мёсковка мы оставляем и берём, сразу отправляем на костёрчик. Брёвен надо будет побольше для костра подвзять. Да, вот семерочку выкинем, она нам не нужна. Теперь на грядку, конечно же, мы сразу посадим наши семена. Так, вот посадили. И морковочку надо будет скинуть кое-куда, вот сюда, да. Бинты я сразу беру. Буду их копить. И вот шесть морковок я с собой заберу. Сейчас вы даже узнаете, зачем. Так. Ну и всё. Боюсь, даже мне придётся ещё топоры и кирки скрафтить, но... Так. А, точно. На переработку ещё ресурсы надо было поставить сразу. Скоро железную руду будем собирать себе. Так. Что у нас тут? Тут у нас ничего. И это не очень хорошо. Так. Биту, думаю... Хотя, давайте просто уже так пойдём. А вам я настоятельно рекомендую брать с собой кирку там. Ну, хотя вы можете сразу на месте разобраться и взять с собой, получается, ещё... Ээээ... Рудушка побольше. Кстати, на оранжевую локацию я рекомендую вам брать... Ээээ... Как его? Два... Эээ... Две биты... Две биты скрафтить. Так. Нажимаем «Бежать». А я пока сейчас с этим обломком самодельные биты пойду и думаю, мне должно хватить. Морковочка есть И в конце уже видео я покажу За волшебные 4 бутылки Так 7 секунд, 5 секунд осталось бежать Я вам советую Как появился гуманитарный груз Сразу бежите на него Хотя бы там, не знаю, пешком ставьте Идите, дела делайте Потом приходите, глутаете гуманитарный груз Уходите там так же пешком Или же бегом И упавший самолет, если он вдруг У вас еще остался И да, не стоит делать как я Я иду с вонью, красной И на меня сразу толпа сагрится Так, мы уже гуманитарный груз Видим Нам остается ее только заултать И чтобы нам никто не помешал Так, идеально у нас кончилась пушка И никто не бежит И это очень даже хорошо, но мы долго улутаем Гуманитарный груз И мы пить хотим Больше не хотим, но это временно Так, и нам падает разрушитель Для начала игры это очень даже неплохо Сразу можно валить Если у вас времени нету А можете сразу зачистить всю локацию И убить всех зомбаков В принципе, разрушитель я получил Мог бы сразу с помощью разрушителя Всех поубивать, но лучше всего делать Когда у вас в войне нету Я планировал вообще Увидимся через некоторое время Ну, хотя Давайте он пешком отправится И я потом уже Сам за кадром Помоюсь Или же Тема для следующего видоса будет Короче, разберемся по ходу дела Так Я отправлюсь пешком Вы, в принципе, тоже У вас энергии мало останется И получается, что На гуманитарный груз Желательно без воните Я хотел помыться Попить воды У меня 4 бутылки водосборники Стоит 2 бутылки Это на восстановление жажды И 2 бутылки на То, чтобы помыться Вы, получается, будете чисты И у вас жажды не будет Также можете дома перекусить На базе у себя И потом отправляться Но Если вы в качестве хила Используете Также Морковку Или что-нибудь в этом роде Которое устанавливает гол То лучше не хавать Ну, если там вообще Не прям красное идет И также Насчет упавшего самолета Упавший самолет Там много набегает Этих волков И замоков Ну, как много там От силы 3-4 где-то Ну, и, пожалуй, на этом все Если досмотрели до этого момента Напишите, например Ну, не знаю Фразу Бревна С вами был я, Одер Если вам понравилось видео Ставьте лайк Всем удачи Всем пока Увидимся в новых видео Бай-бай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok